Ровно сто лет назад музей имени Бурыльна торжественно распахнул свои двери для посетителей. Возведение здания для размещения коллекции велось чуть больше двух лет по самым передовым технологиям. Богатейшее собрание музея редкостей и древностей, которое стало смыслом всей жизни для Дмитрия Бурыльна, во многом определило культурную жизнь Иванова Вознесенска. Где-то уже с октября 2014 года музей был открыт для организованных групп посетителей, а вот 26 декабря, как считается, проходит его торжественное открытие. Здесь на выставке есть приветственный адрес участников этой первой выставки, где мы можем сказать, что 26 декабря 2014 года музей открылся для всех желающих. Хотя, если вы обратите внимание, официальный камень, который есть, он говорит о том, что музей открылся в 2015 году, но 26 декабря первые посетители могли сюда прийти на эту первую выставку. В специальных значимой дате была выпущена серия юбилейных медалей с изображением основателя музея. Памятные знаки в праздничный день получили люди, внесшие особый вклад в развитие музейного дела. Среди них Людмила Цветкова, которая много лет отдала работе в этом уникальном учреждении, пройдя путь от младшего научного сотрудника до заведующего музеем. Оказывается, Дмитрий Геннадьевич Бурылин, он не только основал музей, но и работал главным хранителем. То есть, вот на такой же рядом как бы должности, со мной, конечно, это было давно, но тем не менее, он всегда и до сих пор, вот особенно наши ветераны, всегда знают, что он является примером музейного сотрудника, такого въедливого, такого кропотливого. Для сотрудников музея Дмитрий Бурылин остается примером того, как надо любить свое дело и свой город. А уникальное собрание экспонатов привело к появлению целой сети музеев и музейных экспозиций, которыми и по сей день славится наш город. Любовь Почерникова, Андрей Семиолков, РТВ Иваново.